И вот еще один интересный комментарий с ютуба. Действительно, все разговоры про секс обычно сводятся к обсуждению того, какого размера должен быть у мужчины половой член, и сколько времени должен длиться половой акт, чтобы женщина получила удовольствие. Ну и еще к упрекам в сторону мужчин, что они не уделяют достаточно внимания предварительным ласкам и не знают, где у женщины находится клитор. То есть, по мнению женщин, мужчина должен сначала женщину уговорить, а потом удовлетворить. Понятно, что женщинам такая постановка вопроса очень нравится, потому что им самим ничего не приходится делать. Вот только мужчине это зачем? Я считаю, что если женщину приходится уговаривать, то беспокоиться о том, получила ли она удовольствие от секса, вообще не надо. Если женщина не хотела заниматься сексом с мужчиной, то значит она согласилась за какое-то вознаграждение. И тут, кроме оплаты, она хочет получить еще и удовольствие от процесса. И еще пару слов о том, кто кого выбирает. Думаю, никто не будет спорить с тем, что отношения между мужчиной и женщиной – это, по сути, бытовая проституция, потому что мужчина обычно содержит женщину и решает ее проблемы, а взамен она с ним спит. Но когда вы покупаете проститутку, вы же сначала просите показать вам всех, ну или просматриваете все анкеты индивидуалок на специализированном сайте. То есть вы выбираете из нескольких женщин. Может ли проститутка или индивидуалка отказаться от клиента? Да, может. Это ее право. Может ли она сама выбирать клиента? Да, тоже может, но только среди тех, которые выбрали ее, и которые согласны ей заплатить. А если мужчина говорит, что эта женщина ему не нравится, и просит показать других, то выбрать этого мужчину она уже не может. Как она его заставит заниматься с собой сексом? Продолжение следует...